И у нас готов сюжет Дмитрия Ановченко из Милана. Мы не смогли наладить с ним прямое включение. Смотрите и вы все поймете сами. В политике так бывает. В повестке дня миланской встречи сотни вопросов. Но внимание и журналистов, да и самих политиков приковано вовсе не к ним. А вот украинская тема вроде бы обсуждается и за рамками этих переговоров, но тем не менее именно за ней здесь следят и следят очень пристально. Всех, конечно же, интересует завтрашняя встреча Петра Порошенко и Владимира Путина. И ее результаты тут гадают, то ли это действительно знак оттепели, то ли Москва по-прежнему ведет двойную игру. Попытается и перед европейскими партнерами лицо сохранить, и на Донбассе по-прежнему подливать масло в огонь. Встреча, от которой зависит многое, состоится завтра утром, ровно в 8. А вот сегодня день, скажем так, пристрелочный. Петр Порошенко сверяет позиции, чтобы понимать, на какую помощь мы с вами можем рассчитывать. Около часа назад встречался с Ангелом Меркель. Через два часа переговоры тет-а-тет с первыми лицами Евросоюза, Рампеем и Борозу. Именно с их участием, плюс еще хозяин саммита, итальянский премьер Матео Ренци, и пройдет завтрашний политический завтрак. Выдут ли два президента за формат шестерки, встретятся ли лицом к лицу, один на один, пока непонятно. Российская делегация нам намекнула, Путин этого не исключает, но и согласия пока не дал. О чем же будут говорить? За завтраком и после него формально повестку дня не разглашают. Однако дипломаты признались мне. Во-первых, Ангела Меркель настаивает, чтобы именно завтра Киев и Москва нашли хоть какой-то компромисс по газовым вопросам. Ну а во-вторых, Петр Порошенко считает ключевой темой международный контроль за российско-украинской границей, чтобы закрыть ее для перемещения боевиков, тяжелой техники и других вооружений. Сами члены делегаций, прибывшие сюда из Берлина, Парижа или Брюсселя, говорят, что ни о каком перемирии с Путиным речь не идет. Мол, в их столицах хватало голосов. Зачем вообще приглашать его в Милан? Но итальянцы настояли, встреча нужна, а они, как и ЕС, станут посредниками. Путин в этот вечер уже в Милане. Как и Порошенко, перед их будущей встречей тоже должен за закрытыми дверями общаться с Меркель. В Италии он прибыл из Сербии, его программу специально сформировали так, чтобы показать Европе, не во всех столицах Путину не рады. Вот смотрите, в Белграде принимались пафосом, даже военный парад перенесли. Там же, в Сербии, говоря с местной прессой, российский президент намекнул тем, кто может услышать его слова тут, в Милане. Мол, не давите на Россию. Чем сильнее давите, тем хуже будет Украине. И вот еще что. Не стоит, мол, ссориться ядерным державам. Это уже угроза. Похоже, сработало. Чтобы не осложнять и без того непростые миланские переговоры, тут абсолютно категорично решили не обсуждать тему санкций против России. На нее табу. А вот только кому не запретишь злить Путина, так это украинкам из Фэмон. На главной площади Милана, около знаменитого собора, они в очередной раз топлив, облились вином, словно кровью. Заставив мир своим хулиганским поступком еще внимательнее следить за тем, что же произойдет завтра. Ровно в 8 утра. Ждем. Из Милана Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, телеканал Интер.